Студия Зоверип Интернейшнл Представляет Фильм Валерия Авторова История европейского хоккея Чемпионат Европы 1923 год Бельгия Город Антверпен Принимал 8-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой Под эгидой Международной лиги хоккея на льду Турнир проходил с 7-го И по 11 марта 1923 года В этом хоккейном турнире Участвовали 5 команд Что больше чем в любом другом прошлом чемпионате Это экс-чемпионы Европы и одновременно серебряные призеры Сборная Швеции Наконец-то, после всех обид, дебютировшая на чемпионатах Европы Сборная Франции Действующие чемпионы Европы Сборная Чехословакии А также сборная Бельгии Как хозяева турнира И сборная Швейцарии Бронзовые призеры прошлогоднего европейского первенства Добавим, что 10 марта 1923 года В предпоследний день чемпионата Европы В Международную лигу хоккея на льду Вступила Федерация Испании 7 марта состоялось два матча А в первом из них Хоккеисты Франции нанесли поражение Спортсменам Бельгии Со счетом 4-1 У французов отличились Нападающий Роберт Лакро Леанхард Квале Альберде Рауш И защитник Филипп Пайо Во втором матче сборная Швеции Обыграла сборную Чехословакии Со счетом 4-2 Причем команда Чехословакии Дважды вела в счете У шведов в этом матче дважды отличился Эйнар Свенсом После первого тура Сборные Франции и Швеции имели по два очка А команда Швейцарии еще даже и не играла 8 марта Дружина Бельгии обыграла Швейцарию Со счетом 3-2 А в другом матче второго тура сборная Швеции в упорной борьбе победила сборную Франции со счетом 4-3 Швед Эйнар Свенсом открыл счет в этом матче Но француз Леанхард Квале сравнял счет Более того, сделав дубль, он же вывел Францию вперед 2-1 Затем шведский хоккеист Нильс Моландер сравнял счет 2-2 Потом по шабе забили два шведских хоккеиста Биргер Холмквист и Нильс Моландер И все же француз Леанхард Квале забил третью шайбу, сотворив хэд-трип Но тем не менее, счет на табло так и остался 4-3 В пользу Швеции Вратарь сборной Франции, Роберт Жорж, жаловался на освещение в ледовом дворце в Антверпене Ослепившего его и приведшего к двум пропущенным голам с дальнего расстояния После второго тура, лидерство захватила сборная Швеции Чехословакия и Швейцария, сыграв по одной игре, пока еще очков не набрали В третьем туре, 9 марта, сначала сборная Франции нанесла поражение Чехословакии со счетом 2-1 За Францию голы забили Леанхард Квале и Альбер Хаслер За Чехословакию один гол реализовал Карел Пешек Каде А во втором матче, Швеция разгромила Швейцарию со счетом 6-0 В этой игре, Эйнар Свенсен, забил 4 шайбы После этой победы, сборная Швеция значительно укрепила свое турнирное положение И совсем плохо было у чемпионов прошлого европейского первенства, сборной Чехословакии И надо признать, что практически совсем не показал себя на этом турнире, лидер последних лет, сборной Чехословакии, Ярослав Жирковский На фото, сборная Чехословакии Стоят, слева направо, Иржи Хойер Вильям Лаус, Карел Пешек Каде Атакар Виндиш, Карел Козелух, Карел Хартман А также, капитан команды, Ярослав Жирковский Сидят, слева направо, Йозеф Шроубик Ярослав Резыч, вратарь команды И, Ян Гамачик На фото отсутствуют Йозеф Малечик Милослав Флейшман И, запасной вратарь, Ярослав Странски Четвертый тур прошел 10 марта Встречались сборные Франции и Швейцарии Сначала, швейцарец Пенши, открыл счет в матче А вон, Сибентль, сделал счет 2-0 в пользу Швейцарии Однако, французы не сдавались Леонхарт, Хвалье, забил 4 подряд шайбы И подарил Франции победу 4-2 В следующем матче, сборная Чехословакии нанесла поражение сборной Бельгии Здесь дважды отличился, Вильям Лаус И одну шайбу забил Йозеф Малечик Но по другим данным значится, Карел Козелук Но в любом случае, 3-0 в пользу Чехословакии И мы видим турнирную таблицу после 4-го тура Сборная Швеции, имея в своем активе 6 очков и одну игру в запасе Досрочно стала чемпионом Европы Потому что сборная Франции, также набрав 6 очков из всех своих 4-х игр По личным встречам уступила Швеции А вот третье место могли занять все три отстающие команды Чехословакия, Бельгия и Швейцария В последнем туре, 11 марта, сборная Чехословакии Разгромила представителей страны сыров и часов Сборную Швейцарии со счетом 10-3 В составе сборной Чехословакии в этом матче Йозеф Малечик отличился 4 раза Добавим, что Йозеф Малечик занимался несколькими видами спорта Футболом, легкой атлетикой В 20-х годах был рекордсменом Чехословакии В беге на 400 метров с барьерами Играл в большой теннис Большие успехи и не только в хоккее Его ждут впереди В будущем он будет внесен в зал славы Международной Федерации Хоккея на льду Таким образом Швейцария, не набрав ни одного очка, заняла последнее место А во втором матче этого дня, сборная Швеции Нанесла крупное поражение хозяевам льда, сборной Бельгии 9-1 У шведов, Нильс Моландер в этом матче забил 4 шайбы Также добавим, Нильс Моландер принимал участие в летних Олимпийских играх 1920 года, где занял четвертое место по хоккею с шайбой в составе сборной Швеции А на этом европейском первенстве, Нильс Моландер, стал не только формальным капитаном, но и подлинным вожаком и лидером своей команды В матче против сборной Чехословакии, Моландер забросил вторую шайбу, которая стала переломной в игре Затем сделал дубль в игре против довольно сильной сборной Франции, и в которой его второй гол стал победным Еще один гол и одну результативную передачу он сделал в матче против швейцарцев А в последнем матче турнира против сборной Бельгии, четыре раза поразил ворота соперников, хотя некоторые шведские источники утверждают, что на его счету даже 5 шай Так Моландер становится вместе с командой чемпионом Европы, добавляя к этому титулу неофициальное звание лучшего бомбардира турнира, 11 очков, 8 плюс 3 И вот мы с вами видим итоговую турнирную таблицу Сборная Швеции, не потеряв ни единого очка, а в итоге набрав 8, во второй раз в своей истории стала чемпионом континента Французы организовали настоящую сенсацию, заняв второе место Старому свету пришлось привыкать к французскому хоккейному языку Чемпионы Европы 1922 года, хоккеисты сборной Чехословакии все же уцепились за бронзовые медали Хозяева чемпионата, сборная Бельгии, заняла четвертое место К слову сказать, в составе трехцветных играл и лучший бомбардир турнира, Леон Харп Кувалия, забросивший 10 из 13 французских шайб Кроме того, Кувалия выступал за сборную Франции по хоккею с шайбой на летних Олимпийских играх 1920 года Он также еще выступит в качестве конькобежца на следующих зимних Олимпийских играх А как хоккеиста, его еще будут ждать успехи На фото, хоккеисты сборной Швеции Слева направо, Диорг Йоханссон, Брандиус, Нильс Моландер, он же капитан команды Эйнар Лундел, Албин Янсен, Галкипер Биргер Холмквист, Эйнар Свенссон, Густав Йоханссон, Торстен Тегнер На фото отсутствует Карл Бьерклонг Уважаемые друзья Данный фильм из серии История европейского хоккея Записан по предложению любителей этого вида спорта и статистики Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова